Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите дайджест видео новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. 10 февраля 2019 года в 23 часа 55 минут по московскому времени произойдет снижение действующего дисконта. Профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Михаил Матвеев в интервью с сетевому изданию «Эксперт Урал» рассказал, что проект Skyway отвечает всем требованиям транспортной системы, которая может стать основой для комфортных и безопасных городов будущего. ЗАУ «Струнные технологии» расширяет производственные помещения. О том, какие возможности откроют увеличение производственных мощностей, в новом интервью рассказывает руководитель строительства Олег Анатольевич Куделко. Обновленная система торможения, гидравлическая подвеска и улучшенная система технического видения, о том, что нового будет содержать в себе тропический юникар, рассказывает в интервью начальник управления подвижного состава ЗАУ «Струнные технологии» Андрей Зайцев. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Информационная служба Skyway напоминает, что текущий 13-й этап развития проекта, в отличие от всех предыдущих, был разделен на три дополнительных подэтапа, во время которых будет постепенно снижен действующий дисконт. Это решение было принято руководством для того, чтобы предоставить инвесторам возможность более гибкого планирования собственной инвестиционной стратегии на фоне растущей инвестиционной привлекательности проекта Skyway. Напоминаем, что смена подэтапы состоится 10 февраля 2019 года в 23.55 по московскому времени и будет сопровождаться снижением действующего дисконта. Профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Михаил Матвеев в интервью сетевому изданию «Эксперт Урал» рассказал о своем видении развития городов. В своем проекте Михаил Матвеев предложил концепцию формирования надземного города с поэтапным его выводом со всей инфраструктуры на второй уровень. По мнению архитектора, застройку необходимо вести вокруг многоуровневой транспортной системы. Как отмечает эксперт, Skyway отвечает всем предъявленным требованиям. Это беспилотный, скоростной, экологически чистый транспорт. Он должен быть как индивидуальным, так и групповым. Заходить в него сможем прямо из своей квартиры, для этого не нужно опускаться вниз. Такие виды транспорта уже созданы и внедряются в мегаполисах. Например, под Минском строится экотехнопарк, где будет применяться Skyway – надземная транспортная система, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами. О других подробностях проекта Михаила Матвеева читайте на нашем сайте. Информационная служба Skyway продолжает рассказывать о самых важных новостях проекта, среди которых расширение производственных площадей ЗАО «Струнные технологии». Ни для кого не секрет, что разработчики струнного транспорта получили предложение, от которого невозможно отказаться. Место в инновационном научно-исследовательском технологическом парке Эмирата Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Что касается Skyway, то ЗАО «Струнные технологии» займется адаптацией транспортных средств к условиям Ближнего Востока. Кроме этой площадки выделен другой крупный участок в соседнем Эмирате, где будут производиться испытания высокоскоростного Skyway. Несмотря на освоение новых регионов, развитие компании в Беларуси не останавливается. Наоборот, все это вызвало необходимость строительства нового производственного помещения ЗАО «Струнные технологии» рядом с уже существующим. Какие именно возможности открывают увеличение производственных мощностей, в новом интервью на нашем сайте рассказывает руководитель строительства Олег Анатольевич Куделко. Под руководством генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии» Анатолия Юницкого специалисты компании ведут уникальную по своей сложности работу в рамках проекта строительства струнного транспорта в инновационном научно-исследовательском технологическом парке Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Кремниевые долинии Ближнего Востока В Шарджи будет представлен весь транспортно-инфраструктурный комплекс SkyWay. Но сегодня мы остановимся только на подвижном составе, первым из восьми типов, которые в ближайшее время будут готовы к эксплуатации в тропиках. Итак, знакомьтесь, Unicar U4 431-01 или Unicar T. T в названии означает, что он разработан специально для тропических климатических условий инновационного центра SkyWay в Шарджи. У Unicar T будет ряд усовершенствований. Например, максимальная температура эксплуатации увеличивается с плюс 40 градусов до плюс 60 градусов по Цельсию. Он будет оснащен гидравлической подвеской и улучшенной системой технического видения. Обо всем остальном вы можете узнать из интервью на нашем сайте с начальником управления подвижного состава ЗАО «Струнные технологии» Андреем Зайцевым. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok